В эфире программа «Особое мнение». Меня зовут Владимир Сметанин. Еще раз здравствуйте. Со своим особым мнением сегодня в нашей студии депутат Кировской городской думы, предприниматель Владимир Журавлев. Владимир Вениаминович, добрый день. Здравствуйте. Традиционно напоминаю про наш сайт, хакирова.ру. Там есть аудио-видео-трансляция нашего эфира. Кроме того, там есть специальная форма для того, чтобы вы могли задать свой вопрос гостю особого мнения. Ну, собственно, к вопросам и переходим прямо сейчас. Хочу начать с самой обсуждаемой, пожалуй, проблемы в последнее время. Это снег, падающий на голову с крыш, известный всем случай, произошедший позавчера в нашем городе. 147-й муниципальный детский сад на улице Попова. Снег, или лед, вернее, рухнул на головы двух девочек. После этого глава Кировской администрации Александр Перескоков отправил директора этого детского сада в отставку. Уволил, попросту говоря. Также был уволен глава департамента городского департамента образования Владимир Кадычагов. Ну и замглавы Кировской администрации Светлана Шумайлова получила выговор, собственно, за неудвлежащий контроль за ситуацию. Вот ваша оценка принятых решений. Ну, моя оценка однозначно. Нет, то, что были приняты кадровые решения, это, наверное, правильно. Наконец-то у нас стали реагировать. Ведь не секрет, что до этого было два случая, да, слышали, да, с детьми. У нас, по-моему, там в одном случае тоже смертельный случай. Другой, ну, по-моему, тоже смертельный случай. Нет, пока, нет, хотелось бы... Пока один смертельный случай. Один пока, да, но это уже третий случай. По детскому саду это уже третий случай, падающих на головы детям. Это уже третий случай. Реакцию было ноль. Наконец-то, как бы, показал, условно говоря, свою, как бы, власть губернатор, уволив Слободском, слышали, да, вот недавно, буквально, и главу города, и главу администрации, да? Ну, именно сегодня Слободская дума должна принимать, собственно, доверять или не доверять главе города Евгению Рычкову, собственно, дальнейшее променение. Ну, у меня тогда получается двойной стандарт. А почему бы, например, не подумать губернатору было о том, чтобы уволить, например, главу администрации города Кирова? Хотя я понимаю, что, может быть, Александр Викторович Перескоков недавно работает. И главу, и также поставить вопрос, чтобы на городской думе о доверии Владимиру Васильевичу, потому что ведь до этого же случаи были и не реагировали. Вы представляете? Меня очень многие спрашивают, вот я сейчас это обсуждаемая тема, тогда говорят, а вот, ну, ведь в прямом-то смысле, ведь они же не управляющие компании, ведь они напрямую не указывают. Но когда человек такой властный уходит в отставку, мы как бы таким способом показываем, что для нас это экстра-гибель ребенка или травма ребенка, это экстра-ординарный случай, и это хотя бы какая-то, вы знаете, моральное какое-то возмещение родителям, с детьми, с чьими детьми это вот произошло. Власть должна уходить, но тут получается двойной стандарт, значит, в Слободском мы убираем главу администрации и ставим вопрос перед Слободской думой о доверии, а почему же в городе Кирове это не такая ситуация? Ну, мне кажется, что Александр Викторович тут, он как бы снял некий уровень претензий к себе со стороны руководства региона, вот приняв такое решение об увольнении. Ну, он молодец, но и все равно у меня вопрос к губернатору, а что ж тогда главу Кирова не сняли и поставили перед Городской думе доверие господину Быкову? Давайте аналогичные. Но ведь вы как депутат Городской думы можете выйти, мне кажется, с аналогичной инициативой поставить вопрос? Погодите, но главу администрации я, например, снять не смогу. Нет, нет, я имею в виду главу города, да, председателя Городской думы. Я могу поставить вопрос, но если бы поставил до губернатора, то совершенно по-другому все звучит. У него-то есть такие полномочия, у меня-то полномочий по главе администрации нет, а здесь все-таки исполнительная власть. И вот уже третий случай, это неправильно. Нашли крайних. Давайте тогда и в Слободском, например, нужно было бы, может быть, не главу администрации уволить, а главу, например, департамента образования аналогично. То есть, если это жилой дом, давайте главу там ЖКХ уволим. Почему по главе администрации там вопрос решается? Я считаю, что средства должны быть стандарты одни и те же. Вот это тоже, мне кажется, недостаток политики, проводимой, например, может быть, и пристомовность выработать. Ну, кстати, информация поступала в том числе и из твиттера, из твиттера губернатора. Наши коллеги, я признаюсь, из новостного отдела тогда вот, собственно, да, случай этот произошел в Слободском, задавали в твиттере вопрос губернатору, а был ли такой разговор после аналогичных случаев падения снега в Кирове с руководством города? Кратко губернатор в твиттере ответил, естественно, были эти разговоры. И что дальше? Интересно бы знать, о чем там шла речь и, не знаю, какие условия ставились? Вот я хочу сказать, что на депутатских рабочих группах, ну, не знаю, вот, может быть, на группе там как-то так, то, что это не было заявлено отдельным вопросом, может быть, на комиссии по городскому хозяйству, не член этой комиссии, может быть, и обсуждали в феврале. Но я хочу сказать, что с депутатами, вот я, по крайней мере, вот этот вопрос вообще не обсуждались. А такие экстраординарные события в городе Кирове, которые касаются, ну, в некоторой степени атмосферы, они должны обсуждаться в городской думе. О чем я, Владимир Васильевич, уже в течение трех лет говорю, что должны быть такие группы. Мы должны, вот все какие-то новости происходят, мы должны обсуждать, мы должны вырабатывать отношение к этому, политику. Тогда, может быть, и у людей бы было доверие к власти. А сегодня все кулуарно, непонятно, никого не сняли, там все хорошо. Ведь после первого случая в городе Кирове, да надо было бить в колокола. А уж по детским садам и по школам однозначно дать указания всем, проверить, ребята, ведь там дети постоянно толкутся. И мы, может быть, не избежали бы вот этого случая. А нет, потом второй случай, я так помню. А вы слышали опять такой случай? Я говорю, ну, какие-то шаги-то нужно претензировать. А власть, в моем понимании, в городе, вот до последнего случая просто бездействовала. Нужно было три раза случиться, только тогда вспомнили и зашевелились. Извините меня, претензии есть. Ну, все-таки, Владимир Владимирович, вы-то, у вас ведь есть полномочия поставить этот вопрос перед городской думой о доверии к председателю. Ну, вот по этому поводу… Есть такие механизмы? Конечно, есть. Нет, я могу предложить, но давайте, хорошо, я проконсультируюсь со своими коллегами, я, в принципе, готов поставить по этим случаям, по тому, чтобы… о доверии Владимиру Васильевичу. Ну, скорее всего, я же знаю, что там вот это у нас две трети городской думы, они сильно там какого-то мнения не выражают, но чаще всего они занимают, там, знаете, такая безмолвная, безмолвная, я их называю безмолвные депутаты. Они не говорят ни почему, нет, они просто голосуют, нет, как скажет Владимир Васильевич, они не высказывают свое мнение большинство. Это, ну, в общем-то, единая Россия, в принципе. Давайте еще пройдемся по нескольким представителям власти. Накануне стало известно, что региональное отделение партии «Прогресса» подало официальное заявление губернатору Кировской области, главе администрации города Кирова, а также главе департамента ЖКХ с просьбой провести проверку на предмет соответствия занимаемым должностям нескольких муниципальных и государственных чиновников. Речь идет о заместителе главы администрации города Кирова Геннадия Якимове, начальнике управления ЖКХ Андрея Кашурникова, а также о начальнике государственной жилищной инспекции областной Александре Шиляеве. Поводом для такого обращения послужили многочисленные, опять-таки, несчастные случаи в областном центре и других городах, когда от упавшего с крыш домов снега пострадали люди, в том числе, мы уже знаем, и дети. Вот, собственно, что касается этих персон. Ну, я выскажу свое мнение, за всех не буду говорить, потому что в городской думе я за депутатов, за остальных не буду говорить, но я всегда, например, знаю Геннадия Петровича Якимова лично, но я всегда был противником его кандидатуры на назначение на эту должность. Считаю, что у него просто он неплохой человек, зам главы, но ЖКХ это не его не отрасль, так же, как все время я говорю про Дранов Дмитрия Николаевича, он не глава администрации по своим компетенциям, он, наверное, зам по городскому хозяйству, но не более того. Я говорю просто о профессиональных качествах, Геннадий Якимов точно не для этой должности. Для какой? Ну, он до этого занимал департамент соцзащиты и правительства области, вот, наверное, там, работа с ветеранами, социальная работа, он в ней как бы, да, 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 да. Вернее соцобеспечивание. Да, 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 да. А тут просто это как бы, знаете, как номенклатура получается, но это не его должность. По Кашурникову, ну, считай, да, нареканий там много, и по ветхому жилью там есть моментов очень много, и мне не нравится программа, хотя он может быть человек, наверное, неплохой, но, понимаете, я оцениваю, вот, хороший человек, это не профессия. Ну, потому, что предлагает человек, как это все проводится, насколько там жалобно, насколько это как бы так современно, прогрессивно. Ну, я считаю, что Кашурников то же самое, но, наверное, его дано, пора, наверное, было поменять просто человека более конструктивного. Вот, к сожалению, третьего человека вообще лично не знаю, комментировать не стану. Но, согласитесь, ГЖИ это тот орган, который, собственно, должен осуществлять, это довольно-таки масштабный контроль. Согласен, согласен. Однозначно, Владимир, согласен. В том числе и за такими случаями, и, собственно, профилактики таких. Вообще, я считаю, что вот в любой власти исполнительной, в законодательной, очень, самый важный вопрос об этом человек, кстати, Ленин, многими там нелюбимые, кадровый вопрос, кадры решают все. Вы знаете, правильный человек, значит, дело двигается, неправильно, ну, мы же не человек, не справляться, так давайте менять. И я вот, как раз, когда Ирина Геннадьевна Щеголева, зам Александра Викторовича Перескокова, мы ее утверждали на февральской думе, они уже работу эту начали. И я, как бы, вот ей, как бы, ну, такой наказ, просьбу давал депутатскому, что я говорю, Ирина Геннадьевна, наведите порядок, потому что половину администрации города, особенно зам, глав, можно смело убирать и заменять их более лучшими, более деловыми, более компетентными в определенных областях. А они есть, эти люди? Это, я думаю, что есть. Вот талантами полна земля, но, вы знаете... Подождите, талантами или они все-таки какие-то определенные посты сейчас занимают и занимаются определенным кругом вопросов? Эти люди, как есть в муниципальных предприятиях с хозяйственной жилкой. Здесь должны быть люди с хозяйственной жилкой, умеющие вести дела правильно, рачительно, по-хозяйски, по-государственному. Вот в муниципальных предприятиях есть, есть там и в каких-то там департаментах и так далее. То есть даже, может быть, это не глава департамента, а какой-то главный специалист в этом департаменте. Есть очень толковое. Например, вот я тоже был противником Азисенской, Дарьи Александровной, как раз по причине того, что мне не хватало компетенции. У нее Татьяна Анатольевна Поломских, зам, когда она выходила на Думу и нам какие-то докладывала вопросы, мне было просто приятно. Я один вопрос, а она весь вопрос глубоко знает выкладывать. А Дарьи Александровны сложно было ей добиться внятного компетентного ответа. Вот пример. Меня только смущает вот, что партия «Прогресса». Ну, молодцы, да, что подняли такой вопрос. Но ведь это могла сделать, не знаю, любая политическая сила, любой человек написать заявление. В том числе, вы могли это сделать. Ну, на самом деле, меня, вы знаете, даже на многие вещи просто не хватает. Вот я сейчас очень плотно занимаюсь вопросом центрального рынка. То есть это плюс никто ведь не снимает. Ну, чуть похоже, перейдем. Да, да, плюс меня никто не снимает там какие-то вот. Я очень активно приехал, сегодня была комиссия по земле. Я вхожу в эту, как депутат, комиссию. Там очень столько много нарушений было до этого. Вот все протаскивалось. Когда там, знаете, частники, вот эта застройка бесконтрольная. Когда они просто переводили там земля у нас, например, под промышленными предприятиями. Компания покупает землю под промышленными предприятиями и просит нас перевести эту землю под многоэтажное строительство. И мы соглашались. А потом мы туда, город, они построили дом, заработали, бабок срубили. А мы потом туда тянем коммуникации, дороги. Мы придумаем, как там этих детей в школу, в детский сад, в больницы. Наконец-то мы в прошлом году привязали вот эту норму по квартальному и так далее. Сейчас вот эта точная застройка, она была сложнее. Ну и принципиальную позицию стали занимать на этой комиссии. Мы в генплане этого нет. Ребят, вот такое назначение земли. Хотя там бизнесмены некоторые приходят, там плачутся, говорят, что мы купили эту землю. Ну извините, ребята, вы же не глупые люди. Вы видели, что земля под промышленными предприятиями. Так стройте там производство, стройте склад, переводить как бы, понимаете, тут интересы города и бизнеса, они иногда не всегда совпадают. Но когда бизнес, если бы мы в данном случае давали, вроде бы все говорят, нам нужно жилье, нужно строить дома. Но мы строим, но почему в отношении, например, вашего дома потом, а у нас нет денег, мы не планируем туда строить дорогу, тянуть электричество, там детские сады и так там переполнены, там нет мест. А мы потом решаем эту задачу, нас потом через суды заставляют это все делать. Получается, что нам эта инвестиционная якобы деятельность боком обходится. Вы сказали, мы соглашались, мы это депутаты. Ну вот члены этой рабочей группы, до прихода вот нас. А почему соглашались? Ну вы знаете, не секрет, вот это моя позиция, две третьих депутатов, у них нет ярко выраженной гражданской позиции, им все равно. Вот понимаете, они просто надели значки, никаких предложений, я вижу некоторые там три года прошло даже не выступали. Они просто приходят, голосуют. Для них это такое социальное положение, значок, то есть я депутат. А вот толку от некоторых депутатов, они не участвуют в рабочих группах. Если формально приходят, то есть они не участвуют в обсуждении. Так зачем так быть депутатами? И таких вот в моем понимании, две трети. Были бы активные депутаты, работа вывелась совершенно по-другому. Я напомню, что это особое мнение Владимира Журавлева, депутата Кировской городской думы. Вот к теме центрального рынка хотелось бы перейти. Вы занимаетесь активно этими вопросами. Сегодня в дневном развороте мы беседовали в том числе и с предпринимательницей, с одной из предпринимательниц, которая работает на центральном рынке. По ее словам, она и ее коллеги согласны на улучшение условий торговли на центральном рынке, но предприниматели ни в коем случае не согласны уходить куда-то в другое место. И вот буквально сегодня появилась информация, что был конкурс по поиску инвестора на реконструкцию центрального рынка. Конкурс был признан несостоявшимся, потому что заявился только один претендент. Фирма называется BSP Invest Plus. Зарегистрирована она была в конце января этого года. Представляете, да? Уставный капитал 10 тысяч рублей, ну как это часто бывает, адрес регистрации, я так понимаю, квартира. А учритель кто? На сайте, на сайте sbis.ru генеральным директором обозначен Гутман Геннадий Иосифович, сфера деятельности предприятия, производство общестроительных работ. У вас какая-то иная информация? Ну у меня есть, но я пока не могу обозначать. Ну вот смотрите, представьте, ведь опять лезет фирма однодневка, то есть без всякой ответственности. А мы собираемся там с ними иметь серьезное дело. Но вот где у нас когда будет серьезный подход, который бы смогла организовать администрация города и правительство области, чтобы что-то сделать-то по уму, уже набило оскомину вот эта пресно-памятная вот эта ситуация, когда в Ядских полянах фактически мы 500 миллионов, непонятно, нам выделили 500 миллионов рублей на создание промпарка, да к толку этого нет для того, чтобы сделать. Здесь опять тот же вариант. Хотя есть депутаты, вот я предлагал. Нормальный проект, с юридической организацией. Мы собственными силами, когда город при организации, делая так, что все три стороны, вот сегодня интересанты ситуации по рынку, оказываются в выигрыше. Но меня не выслушали, создали рабочую группу. Где вы озвучивали это? На рабочей группе депутатской и на само заседание городской думы еще раз. Вот озвучивал. Плюс вместе с рыночниками, с ребятами мы разговаривали с группой с инициативной и так далее. Где предлагалось, ребят, да это можно все построить своими силами и найти деньги здесь. И предоставить всем арендаторам, которые сегодня здесь в национальном рынке эти места, или в аренду с права выкупа, или в собственность продать. И на эти деньги отстроить весь центральный рынок. Плюс продать места в обязательном порядке всем производителям продуктов питания. Именно продать. Именно продать. Продать по нормальной цене. Да, Кировским. Кировским создать акционерное общество. Ну пусть сейчас это по-другому называется публичная компания там. Или публичная, или не публичная компания. Сейчас не акционерное общество закрыто и открыто. Типа немножко по-другому поменялся формат. Но создать под эгидой. Там не нужно проводить торгов. Но контрольный пакет 51% у города. То есть мы определяем политику. Определяем там направление и так далее. Я, например, был ярым противником вот того подхода, который там озвучила администрация города. Когда, помните, нам навязывали. Вот в кодификаторе говорили, что мы пойдем путем, вот какой строя не строй. Там был в кодификации номер 4.3. 4.3. Это торгово-развлекательный центр. Мы настаивали на том, что, ребята, есть кодификаторе 4.1. Универсальный рынок. И нам нужно здесь сохранить обязательно продукты питания. А при кодификации 4.3 торгово-развлекательный центр однозначно продукты питания не предусматриваются. Если предусматриваются только не рыночного типа, а вот типа может быть Ашан или какой-то федеральный игрок. То есть однозначно не в интересах местного бизнеса. У меня вот вопрос к отцам города. Извините меня. Когда мы будем проводить политику в отношении собственных детей, в отношении собственных бизнесов, в других регионах, в других странах, да все голову разобьют о том, чтобы лоббируют интересы, соблюдая при этом все законы. А это возможно, чтобы создать условия для своих. А мы, знаете, как заговоренные, давайте Казани отдадим, давайте Костроме, давайте Московской области. Это уже, честно говоря, надоело. Я считаю, что бизнес должен в таких случаях объединяться и переизбирать такую власть. И мне понятно отчаяние арендаторов. Вот давайте ситуацию развернем. Почему я вот, например, стою за них? Есть такой 159-й пресловутый закон, по которому человек, который арендовал муниципальную или областную собственность в течение какого-то времени, имеет право преимущественное по льготной цене на 5 лет с растяжкой выкупить. Люди по 20 лет арендуют торговое место, и у них по закону, может быть, нет, но с точки зрения справедливости, извините меня, вопрос власти, это еще древнее римского права, вопрос справедливости. И власть уважаема тогда, когда она умеет между всеми интересами соблюсти все, а здесь как будто бы вот с центральным рынком нынешнее решение, все как будто во вред. Я не понимаю позиции, но мне кажется, вот я с Александром Викторовичем лично общался на эту тему, выложили свою концепцию, даст перескок, он меня принял, но я не смог переубедить, он говорит, ну не поверил, но может быть, моей силы убеждения не хватило, я-то за свою концепцию считаю, что при этой концепции город получает в несколько раз больше площадей и контрольный пакет, арендаторы получают места под торговлю, там 10, 15, 20, 30 метров под магазинчики, притом уже под крышей. Наше предприятие, которое сегодня больше всего бьет, это по пищевке, и наша гордость, они получают фирменные магазины, мы могли пройти по галерее, и везде представлены магазины наших производителей, пиво-вятич, там, маргариновый завод, там, хлебокомбинаты, молочные. Весь спектр у нас, колбасный, весь спектр. Большой, большое количество. Да, 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 вся наша гордость, этого, кстати, нигде нет в городе, можно было проводить, мало того, на этой площадке можно было проводить ярмарки продовольственные, сегодня выставки по колбасе мы проводим в филармонии, в Доме культуры Родина, в Доме культуры Витек, ну смешно. Где, где выставка, где мы будем гордиться, где будем обмениваться опытом, и вот этой работы, как бы, ну она не существляется. И что, позиция нынешнего главы администрации? Ну я надеюсь, что Александр Викторович, Александр Викторович нас услышит, потому что, мое мнение, я знаю, что поддерживает, ну в принципе, вот бизнес там такой разумный, они все за это предложение. Но, вы знаете, вот мне не нравится, это вот сегодня, я считаю, такая вот, звоночек для власти должен быть. Сегодня во власть перестали верить даже члены, там, например, Единой России, там, члены, там, ЛДП, Справедливой России, которые говорят, а, бесполезно. Вот это пока вот есть... Это в личном общении? Да, в личном общении, то есть мы отошли от политики, потому что, там, мы не верим в то, что делает, и в то правительство, которое сегодня создал, там, Никита Юрьевич Белых. То есть, ну, люди хорошие, да, действительно, но и Мачехи был неплохим человеком. Но где люди дела? Где планы? Где стратегическое мышление? Вот я смотрю, вот тут недавно, как бы, посмотрел с главой департамента, общался госсобственности, ну, вот он там пытается решать вопрос, ну, вот, может быть, это пока, но это тактически, а где стратегия? Нет глубины. И мы решаем один вопрос, а потом это является наступлением на грабли в будущем через год, через два-три. Ну, вот где стратегия? Я так понимаю, что ваши идеи, ваши концепции, они вполне созвучны с предложениями Валерия Турула, да, который сегодня тоже был в нашей студии, который всеми силами за то, чтобы местные сельхозтауры производители были представлены. Конечно, да, хорош любой вариант, Валерий Николаевич, может быть, форма, я-то предлагаю конкретно, как приземлить на практике, мало того, я даже готов на безвозмездной основе возглавить это акционерное общество, построить эти площади, проектировать, чтобы все были довольны, и через три года передать это городу и спокойно уйти. И там, знаете, вот у меня что на рабочей группе, что вылилось, вот по условиям конкурса, на это мне никто не смог ответить, мне кажется, даже Александр Викторович стал в тупик, и Владимир Васильевич Быков стали все в тупик, когда мы заявили вот такие цифры, представляете, вот мы сейчас застройщику отдаем, ну вот инвестору весь имущественный комплекс, а сегодня у нас там 10900 квадратных метров всех площадей, а через 8 лет они нам обязаны передать только 5000, ничего себе, то есть мы получается чиряем еще, тогда мы все были, честно говоря, в стопоре. Это значит говорит о качестве проработки этого вопроса. Для них он их тоже поставил в тупик и не думает, что они даже предполагали, что так и есть. Второй вопрос, что нам даст этот инвестпакет, вот это инвестиционное, вот такое сегодня проектирование, какой даст финансовый эффект, то есть что мы сегодня имеем и что мы получим, условно говоря, через какое-то время. Для бюджета города. Да, ну то есть в денежном выражении нам никто не мог ответить. Встали там, помямлили все, сказали, что да, мы не можем сказать. Ну то есть я говорю просто, ребят, я говорю, вы нам скажите, вот что мы сегодня имеем, у нас сегодня, грубо говоря, есть там 10900 квадратных метров недвижимости, плюс приличный кусок земли в несколько гектаров, плюс вот эта площадка, где мы ее сдаем в аренду, мы получаем такой-то доход. А если мы отдадим, что мы имеем? Никто не мог ответить, я говорю, так тогда, может быть, если вы хотите решить вопрос, хотите мне сказать, так может мне проще продать за миллиард рублей эту площадку и бюджет хотя бы ощутимо получить деньги. А то моя племя решила намыла, да еще и с проигрыша. И похоже, вот такая ситуация, это как раз она и назревала. И вот мне кажется, вот Александр Викторович Перескоков, он это понял, услышал. И вот как раз, может быть, то, что конкурс сейчас не состоится, я надеюсь, что политика поменяется, она изменится. Но все-таки больше надеюсь на Александра Викторовича Перескокова, потому что в моем понимании, он такой наиболее опытный и разумный человек в этом плане. И надеюсь на Ирину Геннадьевичу Голеву. Мало того, понимаете, вот мне непонятна ситуация. Я готов, например, было это возглавить на безвозмездной основе. Я депутат. Вы мне ничего не передаете. Я готов создать структуру. Стать там директором, которого можно, условно говоря, меня в любой момент можно снять. Я накатал, условно говоря, работу. Я руководствуюсь не вопросами корысти. Вопросами. Я готов поставить свое имя, свою честь на карту. Или сделал, или пан, или пропал. Но за это даже никто не цепляется. У меня сразу возникает вопрос. Значит, какие-то там были чьи-то интересы. Ну, подозрения у людей есть. В городе эти слухи ходят. Там, роятся. Пока это слухи. Но мне, вот, парадоксально, власть как-то себя, знаете, ведет. А нам все пофиг. Понимаете, как бы не реагирует на это. А это неправильно. Вы отрываетесь от людей. И рано или поздно, ну, вот все равно, вот, народное это, как бы, оно терпение-то. Оно не безграничное. Я, конечно, не призываю. Сам противник всех революций, майданов. Но, извините меня, ну, политически-то граждане вас не переизберут. Ваши дальнейшие конкретные действия по достижению, собственно, своей цели. Ну, вот, я удовлетворен тем, что конкурс не состоялся. Я считаю, что... Ну, вот сейчас будет изучаться, якобы, документация, представленная БСП Инвест, плюс, если там ничего не будет найдено, никаких нарушений, вроде как дадут зеленый свет. Погоди, так это фирма Одноневка. 20 января создана. Вы неужели не понимаете? Где у нее? Она в сфере строительной. А что она построила? Чего смеяться? Опять какая-то вот химия. Я хочу сказать, что это надо останавливать. Какими способами? Какими? Ну, вот, я не хочу каких-то реакционных, но, извините меня, Владимир Васильевич, Александр Викторович, вы посмотрите, фирма 20 января 2015 года, она возьмет за себя обязательства и через неделю сольется. Соберет что-нибудь, деньги там, настроит. Как, вот знаете, у нас у дворца пионерный мемориал. Все были против, народ вышел против, был строительство того спорткомплекса. Нам с помпой правительство области говорило, вот, это нормальный инвестор. А я знаю, что он взял кредит в банке и просто кинул в банк и ничего не построил. Нам такой инвестор, кто за это отвечает? Я считаю, что кто-то из замов правительства должен был уйти в отставку. Что такой же проект снова? Фирма пришла, однодневка, какие у нее серьезные мерения? Может, она тоже возьмет под это сейчас кредит и кинет всех. Есть законные основания какие-то, законные способы проверить, как-то прощупать? Ну, я хочу сказать, что если вот этот конкурс сейчас состоится, я на Думе думаю, что, наверное, поставлю все-таки вопрос об отставке Владимира Васильевича и, возможно, даже и по Александру Викторовичу, потому что у меня других способов, крайних, остановить вот этот нет. С какой мотивировкой? Ну, я пока не думаю, но нерациональное использование по сравнению рынка не в интересах народа и граждан, избирателей, бизнеса и так далее. Куда мы все отдаем? Мне непонятно. Давайте сейчас переремся на небольшую рекламу, после которой продолжится особое мнение Владимира Журавлева, депутата Кировской городской думы. И сегодня это особое мнение Владимира Журавлева, депутата Кировской городской думы, предпринимателя. Хотелось бы перейти к теме новой структуры областного правительства. 10 марта позавчера губернатор подписал указ под названием «О структуре органов исполнительной власти Кировской области». Ну, вот уже известно, что у нас планируется создание 17 министерств. Кроме министерств у нас будут департаменты, управления, которые будут состоять, в свою очередь, из более мелких структур. Численность штата этих органов власти определена в департаментах. Что касается штата, что в департаментах он должен составлять не менее 100 человек в управлениях, которые являются юридическими лицами не менее 40 человек, оговаривается число замов и так далее и тому подобное. В общем-то, сейчас эту информацию можно легко найти на сайте правительства области и в различных средствах массовой информации. Изучали? Сопоставляли? Прикидывали? Ну, я посмотрел, и мое мнение не поменялось. Это как раз вопрос философский. Ну, не философский, а вот он жизненный. Вопрос о форме и содержании. Пример наглядный, случившегося уже такого, я вот приведу, всем понятно будет, была милиция, стала полиция, что изменилось. Ну, и под это как раз под помпой какие-то структуры изменений и так далее. Вы поймите, что это всем известно, что... Я до сих пор не знаю, простите, как обращаться. Господин полицейский или товарищ полицейский? Ну, я думаю, что и то, и то обращение будет нормально. И господин, и товарищ, и земляк, и полицейский. Как вы назовете, главное, не оскорбляйте. И я думаю, что там работают часто и нормальные люди, поэтому они с пониманием относятся. Можно и так, и так. Можно просто полицейский назвать, или там по званию, товарищ лейтенант, товарищ старший лейтенант, товарищ сержант. Хорошо. К структуре правительства. Вот, к структуре правительства. Ведь определяют люди. Давайте мы сегодня назовем команду чемпионов, нас с вами Владимир туда поставим и выпустим там на хоккейную площадку. Ну, назвать-то мы назовем чемпионами. Ну, смотря с кем играет. На каком уровне мы играем, нет, нас-то выпустят в высшей лиге. Ага. Поэтому мы не заиграем лучше. И тут то же самое от изменения названий. Ну, я понимаю, нужно как-то таким перетряхать. То есть это какая-то новизна, такой управленческий ход. Но не более того, все люди-то останутся те же самые. Поэтому я не ожидаю каких-то положений. Это не плохо, не хорошо. Для меня это все равно. Другое я вижу, у власти какое-то самомнение. То есть все были главы департамента, теперь они будут министрами. Вот многих чиновников особенно, есть, знаете, такое, навешать в себя разные регалии, громкие названия. Ну, давайте, может быть, мы и губернатору скажем, пусть он будет президентом области, а не губернатором. То есть вот это слова, а за ними ничего не стоит. То есть ничего не поменяться. Я вижу, кто там в правительстве. И поэтому мои ожидания от этого не поменяются. Ну, один из аргументов, почему мы переходим на новую структуру, это ее привоз в соответствии с федеральной системой. Ну, что в этом плохого-то есть? Да нет, я не вижу ни плохое, ни хорошее. Ну, привели. Народ-то улыбается, смеется. Ну, теперь министры будут и так далее. Был глава департамента, стал министром. Народ к этому относится скептически. А я считаю, что все равно власть в сторону людей должна посматривать. Вы верите в то, что количество чиновников областной правительства все-таки сократится и, соответственно, высвободятся некие деньги, которые будут на другие, более значимые какие-то для большинства ирачам нужды? Вы знаете, эффективность определяется конкретной личностью. Это известный фактор. В кадровой политике нужно опираться на... Даже, вы знаете, кто-то приезжал, по-моему, к министру оригинального развития в свое время сюда, или какой-то министр, он четко сказал губернатору, и на заседании правительства он сказал, ребят, находите личности, людей, которые являются точками роста. Для чиновников это тоже актуально. Об этом же, кстати, говорил Юрий Владимирович Андропов, очень уважаемый многими людьми, и мною лично, вот в своем, там, фильм был в прошлом году, сто лет ему исполнилось, столетие отмечалось, и он как раз говорил, что, хотя тогда была и партия, и все остальное, и он считал, что правильный человек на правильную должность это очень великое дело в государстве, вот именно избрать правильного человека и поставить его. Я с ним согласен. Кадр решает все. И избирать всенародно? Ну, вы знаете, я согласен, что, ну, например, наверное, не все должности нужно как бы выбирать, потому что популизм иногда может совершенно другого человека. Но, с другой стороны, вы знаете, это все равно, что не доверять людям. Ну, пусть выберем дурака на первый срок, но мы набьем шишки, и на второй-то срок мы его не выберем. Ну, я имею в виду человека, который, ну, циркачивший совсем, ну, вот пример, ну, Владимир Вольфович Жириновский, потому что его никто же не выбирает все-таки в итоге президента. А те, которые голосуют, большинство понимают, что они вот таких, ну, таких, каких-то определенных радикальных взглядов, но такие настроения в обществе есть, этот срез есть, но ведь никто не выбирает его в итоге президента. Значит, народ у нас разумный. А почему мы были лишены, там, например, выбирать губернатора? Да, ну, народ имеет право ошибиться, но он имеет право на ошибку. Как в свое время Сергеенко выбрал ведь народ, помните первые выборы, не выбрал, например, там, Десятникова. Ну, как сказать, это положительно или нет? Ну, я считаю, что он, по крайней мере, продолжил какую-то такую государственную политику. Я оцениваю его деятельность как губернатора положительно. Сохранял экономику, помогал промышленности, сельскому хозяйству уделял внимание. Даже какая-то программа была, помните, по развитию льна такая, совершенно столько ошибательно, но хотя бы какая-то программа. Ну, ничего этого правительства. Уже второй срок Никита Юрьевич, никаких планов я вообще не вижу. Ну, давайте про программу поговорим, или, вернее, про антикризисный план, который прошел обсуждение на базе общественной палаты, палаты Кировской области. Я взял информацию с сайта газеты «Бизнес-новости». Тут довольно подробно расписаны все эти меры в рамках антикризисного плана ВПК, в частности, поддержка сельхозпроизводителей в целях обеспечения, в области поддержки малого и среднего предпринимательства, расширение практики применения пакетной системы налогообложения, высвобождение дополнительных оборотных и инвестиционных средств у индивидуальных предпринимателей и так далее и тому подобное. Ну, вот до сих пор еще разрабатывается это предложение по поводу налоговых каникул для впервые зарегистрированных ИП, в случае принятия этой меры до 2020 года, впервые зарегистрированные индивидуальные предприниматели по патентной системе налогообложения, либо по упрощенной, они смогут не платить никаких налогов. Ну, я думаю, что вы ознакомились со всем этим планом. Что вас устраивает, что не устраивает? В очередной раз вижу, что люди далекие от практики все это составляли. Понимаете, вот все полумеры, притом... Ну, план-то он, кстати, на основе федерального все-таки, Ну, я честно, я скептически отношусь к тому плану на федеральном уровне, потому что правительство, которое сегодня находится на федеральном уровне, оно не понимает, как управлять экономикой, оно не понимает, как созидать. Что сама важна финансовая атмосфера, а туда близко шагов нет. Мы все находимся в плену каких-то иллюзий, догм, которые нам навязаны запады, в частности, американской финансовой системе. Поэтому у нас все на долларе и построено. Нам нужно свою идеологию, свое видение на экономику и на сельское хозяйство. Поэтому это чисто имитация, да, и фактически полное калькирование, то есть перенос той формы, которая была озвучена федеральным уровнем, на областной уровень. Ничего личного нет. Опять же, вот не слышат тех людей, которые готовы там, например, вот я за себя говорю, я знаю, как притащить сюда 20 миллиардов рублей и вложить в сельское хозяйство. Как? Четко. Я знаю, и эта программа может только обеспечить. Ее в частный бизнес не найдут. Это на уровне субъекта федерации. А во что это выльется для потребителей? Это увеличение, во-первых, в течение ближайших пяти лет поголовья, например, молочного стада в пять раз. А в дальнейшем, с десятилетним, в смысле, в программе, то это может быть даже там, ну, доведение сегодня 82 тысячи, до 500 тысяч, а может даже до 700 тысяч. Земля позволяет технологии, нужны другие технологии. Мало того, я предлагаю эти деньги вложить, не конкретно раздать колхозам и просто закопать таким способом. А четко под эгидой это должно правительство области делать, ну, глава, департамент сельского хозяйства, вложить в заказы, это в племенные хозяйства и в развитие растеневодства, то есть, которое осуществляет качественную кормовую базу для нашего сельского хозяйства. А бизнесу показать, ребят, вот мы делаем эти вещи, мы вас помогаем, давайте делать. Там можно, вот в этом секторе, если вот, вот в моем понимании, уже в области построить, в районах, порядка 200 таких комплексов от 200 с поголовьем стада молочным от 2000 до 2400, эта цифра, она общемировая. В этом стаде тогда при таком комплексе все становится эффективным и, притом, в разы. Ну, тут, видимо, речь в первую очередь ведется о центральных и южных районах, да, области, потому что у нас на севере не слишком целесообразно. Нет, вот я как раз, представляете, у нас южный район, я бы исключил. Я объясню, почему. У нас есть такая, ну вот компания Киров Гипрозем, она является владельцем архива всех земель, районов наших. Ну вот я как раз, ну я в свое время, в 2006 году, купили с аукциона. В притерс-то я тогда приходил к Дмитриеву, Александру Владимировичу, говорю, зачем вы продаете, она нужна. Там есть весь архив по земле, со всеми почвами. И потом уже как бы интересуюсь этими вопросами, ну в чем же у нас сельское хозяйство? Я тоже думал, да у нас ничего не растет. Оказывается, у нас две трети территории, это не вся северная, где леса нет, а вот эта центральная часть, но без южных районов, без Малмышского, Вятско-Полянска, потому что даже там частично Яранск не нужен. Там можно выращивать пшеницу твердую, там совершенно другие условия, там степи, там другой климат. А вот именно почвы в средней части, ну такие как там Котельнический, Куменский район, почему у нас здесь сыры делали? На этих почвах растет трава, силос, сено, то, которое идеально подходит для молока, для производства молока. Такие же площади, такая же земля, такая же почва. Это где племенное хозяйство в Голландии, в северо юго-восточной части Дании и в северо-западной части Германии, где есть племенное хозяйство, нам нужно заниматься молочным производством. У нас уникальные земли для молочки. Кукуруза не будет вызревать в початках, нет солнца у нас такого. Но кукуруза носилась, да идеально. И вот этот подход как раз и позволяет, в моем понимании, сделать так, чтобы Кировская область превратилась в молочную республику, мы даже по потенциалу, мы обскачем Белоруссию. А сегодня Белоруссия это шестой поставщик, экспортер сухого молока на мировой рынок. Мы можем спокойно сделать, потому что у нас больше площадей, у нас климат, а у них там и экология в Белоруссии хуже, там ближе к Европе и так далее. У нас это зеленое масло. Посмотрите, у нас зеленки сколько. Это корм потенциальный для Кирова у нас круглый год. А 20 миллиардов это чьи деньги? Вы знаете, это инвестиционное средство не государства, не российского государства. Есть такие программы, готовые финансировать немецкое правительство, венгерское правительство, австрийское правительство. Притом мы прорабатывали с венграми, они готовы были зайти. Но 3 года назад, 2,5 года назад, ну почти 3, в мае будет 3 года, как мы докладывали свою концепцию, Никита Юрьевич Белых, он нас принимал, мы примерно где-то час сорок об этом говорили, был глава департамента Катачков Алексеевич, Алексей Алексеевич, кстати, он позитивно к этому отнесся. Упор делался на то, что организация должна быть у государства. Должны быть частные игроки, но политику задает в этом государство, потому что иначе рынок может менять перекосы. Разные игроки, один посильнее, другой послабше, один съел второго, третьего. И мало того, эта программа должна действовать в течение 10 лет, а извините меня, если это частная компания, это может случиться все что угодно. Человек может умереть, заболеть, и может надоест заниматься бизнесом. А тут как раз весь комплекс в том, эффективность, когда 200 ферм действуют, это на себе стоимость влияет, и дает заказы промышленности нашей машиностроительной. Возможность еще в том, что такой мощный комплекс, во-первых, даст нашей переработке вырасти в 5-6 раз, нашим переработчикам, плюс даст возможность заказов нашим небольшим предприятиям, в том числе и машиностроительным, чтобы мы там могли обслуживающую технику выпускать здесь. Я уверен, что если правильно проводить, иностранцы здесь откроют свои производства по, вот все что связано сельским хозяйством, по переработке, по обслуживанию, по посадке зерновых, по племенному хозяйству, по растеневодству. У нас будут здесь ученые. Я прошу прощения, все-таки, да, охрана не дражится, все-таки есть, да, у программы особое мнение, просто еще короткий вопрос, короткий ответ. Это предложение иностранцев, оно действительно еще заморожено? Оно действительно, оно не заморожено. Но это, я готов был как частник с этими заключениями, они с частником не работают. Мало того, это все страхует, это государственные деньги. Но условия этих государственных денег, что 40% заказов на оборудование и все остальное мы должны заказать, сделать в этих странах. Завершается программа «Особое мнение». Спасибо гостю студии Владимиру Журавлеву, депутат Кировской городской думы, предпринимателям. Спасибо, до новой встречи. Спасибо, всем слушателям. До свидания.